Не знаю, как правильно начать свое обращение и, правда, кому обращаться к президенту, в Госдуму или генеральному прокурору. По своему опыту знаю, как нелегко приходится простым жителям Саратовской области столкнуться с бездействием чиновников и аморальными и незаконными действиями. Ведь в подобных ситуациях практически некуда обратиться. Правоохранительные и надзорные органы шлют отписки. Письма в Москву спускаются вниз по инстанциям и никто никогда на них как право не обращает внимания. Я убедился в этом на своем собственном опыте, когда обманула меня семья Татьяна Журик, этого полномочия по правам человека в нашем регионе. Мне пришлось обращаться и в генеральную прокуратуру, и в следственный комитет. Это как бы прошло напрасно. Идут бюрократические такие по скрипту, которые опускаются в местные надзорные власти, которые, естественно, бездействуют и ничем не занимаются. Помыковшись, я обратился в СМИ, а именно в Вернационное агентство «Взгляд.Инфо», благодаря публикации этого издания. Журья, хотя и была, не была привлечена к уголовной ответственности, но, по крайней мере, хоть вынуждена была выйти в отставку. Если бы не внимание прессы в лице взгляда, эта чиновница дальше могла работать с чистотой своей совести. Покровитель стала своему сыну, который обманул десятки граждан, назанимал десятки миллионов рублей и где-то спокойно сейчас отдыхает на островах. Так уголовное дело против него не было возбуждено. Следственный комитет наш не занимается розыском его, дело уголовное не возбуждается. Естественно, для меня стало полной неожиданностью известие об обысках и реализации «Взгляда» и его сотрудниках. Как будто речь идет о каких-то преступниках. Эти обыски, я не могу понять, что искали и пытались найти, или пытались, может быть, подкинуть патроны или наркотики, как это можно было сейчас модно, стало делать в последнее время. Мне кажется, нужно чиновникам, бюрократам с прокуратурой и с других органов заниматься своим непосредственным делом, а не зажимать непосредственно журналистов, которые правильно и доступно доносят до нас все мероприятия, все, что происходит непосредственно у нас в области. Оставьте ребят в покое, пусть занимаются и трудятся. Мне кажется, что если мы потеряем взгляд, это будет ударом, прежде всего, по всем нам, простым людям. Нам уже не к кому будет обратиться в высоких кабинетах. Мы видим только равнодушие и безразличное к каждому обращению, кто бы куда и как бы не обратился. Даже журналистам нормально работать не дают. Оставьте в покое ребят, пусть занимаются своей непосредственной трудовой деятельностью, делают то, что они могут делать и делают хорошо.